Уважаемый Сергей Борисович, уважаемые коллеги, я только что, Сергей Анатольевич, сказал, что противоречивый вопрос лимфоденоктомии при выполнении просадоктомии, а вот лечение рецидивов, это ещё более противоречивый. Здесь можно спорить сколько угодно, я единственное просто покажу возможности и то, что сейчас многие клиники, помимо нашей клиники, занимаются тем же самым. Рецидивы, мы знаем, развиваются вне зависимости от того, какой метод был применён как метод первоначального лечения рака предстательной железы и после лучевой терапии, и после радикальной просадоктомии, и после аблативных методов. И, конечно же, наша философия, как мы говорим, парадигма в лечении больных с рецидивами после радикальных методов лечения за последние годы существенно не изменилась, но меняется. И происходит это в связи с тем, что на сегодняшний день у нас появилась возможность визуализации у некоторых больных источника биохимического рецидива с помощью методов, о которых вы тоже сегодня уже слышали, и о них и профессор Носов говорил, и другие докладчики. Что же можем сделать, если мы увидим этот рецидив? Мы должны в первую очередь оценить, насколько распространена ментосатическая болезнь, и в случае, если это действительно рецидив локальный, мы можем предложить пациенту второй потенциально радикальный метод для того, чтобы его вылечить. В виде лучевых методов воздействия, хирургического лечения, использования различных аблативных методик. И, конечно же, самая большая проблема – это визуализация рецидива. Это приблизительно так же, как ночная охота, Олег Борисович. Если мы зверя увидели, и он попал в наш прицел, мы победили. Если нет, мы стреляем из пушки по воробьям. И методы, которые мы применяем сегодня, вы о них слышали, это методики ПЭТ-КТ с различными трейсерами. Каждый имеет свои преимущества и недостатки, нет времени на этом останавливаться. В качестве метода определения рецидива в самой предстательной железе на сегодняшний день лучше, чем мультипараметрическая магнитно-резонансная томография с годовыми содержащими контрастами. Нет. О лимфографии с наночастицами железа препарат Комбидекс, который сейчас используется пока в одной стране Голландии, но сейчас крупная немецкая компания собирается его продвигать в немецкоговорящих странах Австрии, Германии и Швейцарии. Так что я думаю, что он тоже займет свое место. Вот с помощью этих методов мы можем визуализировать рецидив. Также пропустим все эти красивые картинки и остановимся на возможностях лечения лимфогенных, как мы говорим, олигометастазов. Тоже никто не знает, что значит олигометастазы. Это один, два или может быть три или четыре, наверное, больше четырех. Что мы можем сделать? Мы можем применять различные варианты лучевого воздействия, как используя стандартные режимы фракционирования, так и гипофракционирование. Мы знаем, что использование лучевой терапии может быть довольно эффективно и снижение ПЦА отмечается от 13 до 70% случаев, если мы проводим на область предполагаемого рецидива при медиане срока наблюдения до 30 месяцев. Однако трехлетняя выживаемость без прогрессирования составляет, видите, от 17 до 84% очень противоречивые результаты. И у половины больных в течение трех лет после проведения второй линии лечения локального развивается рецидив. В большинстве случаев преисловленная лучевой терапия, этот рецидив вызывается вне зон границ облучения. И если мы посмотрим на показатели общей и специфической выживаемости, то они, в общем, не плохие. Солят 93% при пяти летних трехнаблюдениях. Помимо лучевой терапии используется спасительная или сальважная, как мы говорим, лимфоденектомия. Опять же, мы не знаем, в каких границах ее нужно выполнять, но ясно совершенно, что нужно удалять не только узлы, которые видны, но всю клетчатку, по крайней мере, этой области, а может быть, из-за ее предела. Число узлов варьирует, но должно быть достаточно высоким. Среднее число узлов, в которых подтверждается наличие опухолих клеток, составляет 6 по данным тех исследований, которые опубликованы. Во многих исследованиях также применяются различные методы дживантной терапии, что существенно запрямляет интерпретацию результатов этих исследований. Тем не менее, мы пытаемся найти возможные пути и помогать этим пациентам. Что считается полным ответом при выполнении спасительной лимфоденектомии? У нас целый доглад посвящен этому, это снижение ПСА меньше 0,2 нмл в течение, по крайней мере, двух месяцев. Полный ответ в литературе описан приблизительно у 45% больных. Тем не менее, 8-летняя выживаемость без клинического рецидива составляет от 38 до 81%. Мы знаем, что у половины больных развиваются атомные лимфоденектомии. Относительно небольшой опыт нашего отделения, 14 больных клинически локализованным и нефтораспространенным раком предстоительной железы. В качестве первого метода радикального лечения пациентам выполнялось 9 радикальной простатальтомии, в 2-м бракетерапии, 1 пациенту дистанционная лучевая терапия, 1 пациент хайфу и 1 кривооблация. В среднее время до развития рецидива составило около 30 месяцев, и в среднее время до клинического рецидива 39 месяцев. У 4 больных, которым не выполнял радикальная простатоктомия, выявлен локальный рецидив заболевания в сочетании с наличием лимфогенных медостазов. Для диагностики мы использовали различные методы, это МРТ с водолинием, ПЭТ с холином и лимфографию с наночастицами оксидов железа. Мы посылаем пациентов на Эмеган к Патрику, он сегодня читал доклад по МРТ-диагностике, и там эти пациенты проходят лимфографию с наночастицами железа. В 4 больных была выполнена спасительная простатоктомия с расширенной тазовой лимфодоэнектомией, и в 2 больных просто выполнена расширенная тазовая лимфодоэнектомия, которая включает удаление всей плетчатки вокруг магистральных сосудов, как вы видите. В 8 больных с метастазами в забрюшенных лимфоузлах выше границ таза выполнена забрюшенная лимфодоэнектомия до уровня почечных, вы видите, сосудов, полностью удалена вся плетчатка, как мы это делаем при других мозологиях, например, при раке яичков. Среднее количество удаленных узлов в нашей колотце больных составило 25, среднее количество позитивных узлов 6. Ни один из пациентов не получал адювантной терапии для оценки, как было сделано преднамеренно, для оценки эффекта спасительного и террористического лечения. Осложнение лимфорея практически каждый третий больной, осложнение, которое характерно именно для расширенных лимфодисекций, ведь в одном случае динамическая кишечная непроходимость, несостоятельность следовательного экрального анонсотомоза, длительное дренирование мучевого губеря, и у одного пациента после спасительной радикальной простатоктомии, после бракетерапии, которая выполнялась, длительно сохранялась несостоятельность анонсотомоза, была рецидивирующая структура уретры, было выполнено 3 последовательных трансферитральных резекции. При медиане наблюдения 12 месяцев у 57% или 8 больных, не знаю, место ли здесь процента, отмечен полный эффект, то есть снижение ПСА меньше 0,2. У 37% развился рецидив в среднем через 5 месяцев после операции, однако если мы посмотрим, то изолированного повторного рецидива в тазовых забрешенных лимфоуглах не было ни у одного больного. Среднее время до назначения андрогенной депривационной терапии составило 6,6 месяца, и что самое отравданное то, что больше половины больных не получают гормональной терапии, и у них ПСА не растет. Это сводная таблица, мы ее пропустим. Таким образом, самой большой проблемой остается правильный отбор для повторного локального лечения, будь то лучевая терапия, или спасительная лимфогенофтомия. Преддикторами неблагоприятного прогноза по нашим данным является предоперационное значение ПСА больше 4, количество, большое число пораженных лимфоуглов, и наличие внеоказово-мфогенных недостазов. Наиболее частными осложнениями являются длительные лимфорелли, лимфоцелли, требующие дополнительного дренирования. Роль дополнительных методов отделантов, предоечивой терапии, гормональной терапии неизвестно. И очень быстро также о возможностях лечения при местных рецидивах уже в самой предстательной железе. Методы известны. Это либо спасительные простаты к хамии, либо проведение брахиотерапии, хайфу, кривооблация. Все эти методы применяются. Если мы посмотрим на результаты спасительной простаты к хамии, то они, наверное, среди всех методик самые лучшие по данной литературе, тем не менее, количество осложнений достаточно высоко. Спасительная к хайфу и брахиотерапия относятся к экспериментальным методам. Опять же, небольшой относительно опыт нашего отделения. 14 больных, у которых была применена к хриооблация после 8 больных дистанционной лучевой терапии, 4 больных после брахиотерапии и 2 пациента после радикальной простаты к хамии в сочетании с адювантной дистанционной лучевой терапией в послеоперационном периоде. Среднее время до развития рецидива составило 47 месяцев, клиническое 54 месяца, среднее время МКСА перед заполнением кривооблации составило 7,9 мг на мл. Метод не решен осложнений. Трое больных, 20% отмечали боли в промежности, требующие приемами стройных противоиспалительных, причем это длительные боли. Спустя 2 месяца после кривооблации у большинства пациентов не было симптомов, за исключением 3 больных. У одного пациента недержание мочи 2-3 степени, через 2 года после операции установлено пациенту искусственный сфинктер. У одного больного развивается структура уретры, поднимающая трансфертральная резекция, не проводится бужирование уретры регулярно, и у одного пациента сохраняются постоянные боли в области промежности. 57% больных встретит приблизительно такой же результат, как при выполнении спасительной лимф-аденоктомии. 57% не получают гормональную терапию, у них сохраняется стойкий эффект и отсутствие рецидива. Выключение, конечно же, на сегодняшний день роль как спасительной лимф-аденоктомии, так и других методов и кривооблации, и брахиотерапии, и стереотоксической речевой терапии до конца не изучены. отбор больных должен производиться крайне тщательно, но, тем не менее, такая тенденция намекившаяся, она прослеживается во многих крупных онкологических учреждениях и позволяет рассчитывать на то, что некоторым пациентам с развитием рецидива после проведенных радикальных методов можно помочь, проводя именно радикальное повторное лечение, не просто оставляя их под наблюдением или назначая гормональную терапию. Спасибо. Спасибо.